В новом статусе включается в борьбу за качество ЖКХ неравнодушные жители, получая удостоверение председателей Советов многоквартирных домов. Вручение новых для Щелковского района документов провели на ежемесячном оперативном совещании районной администрации. Ее сотрудниками совместно с общественной палатой района в этом году было инициировано более 60 собраний по выборам председателей Советов МКД. Мы благодарны всем, кто взвалил на себя эту ножку, добровольно вступил в ряды представителей Советов многоквартирных домов. Я уверен, что эти добровольцы сделают свое дело, ситуация изменится и управляющие компании заработают более эффективно. Контроль качества работы управляющих компаний за общественностью, качество платежей за руководством района. На данный момент Щелковский район наконец-то вошел в зеленую зону по платежам ресурсоснабжающим организациям. Однако на совещании отметили, что как можно активнее также должна вестись работа с некорректными платежными документами. Совещание по этой теме с Мособл-Еирц и правоохранительными органами проходит ежедневно. Я возглавил рабочую группу. Долгое время возглавляли там разные должностные лица, в том числе из регионального уровня. Но теперь я взял работу по свой контроль. До Нового года уверен, что мы порядок наведем и в межведомственных платежах, и в платежах коммунальных. Положительную динамику в районе отмечает руководство региона. На минувшем заседании областного правительства основным вопросом стало повышение качества дорог, ликвидировать минимум 50 ям в неделю. Такова установка губернатора. Весь период Щелковский район переуполнял план. В итоге нам удалось попасть в десятку лидеров по ремонту дорожного полотна. Высокая оценка нашей деятельности, стимул еще больших достижений. До конца года планируется еще ряд дорожно-восстановительных работ. Продвигается и благоустройство будущей главной пешеходной зоны города Щелково, улицы Парковая. На совещании Алексей Валов отметил, что работы будут продолжены и в следующем году. В этом году сделаем половину 30-50 метров, а в следующем году – следующую половину. И площадь РДК, площадь Пушкина переоборудуем. Переоснастим ее, сделаем ее, тот самый современный. В целом, в областном рейтинге эффективности работы органов местного самоуправления во втором квартале 2016 года Щелковский район вышел на 9 место. По сравнению с 21-й позицией в начале года прогресс налицо. Большой шаг вперед был сделан по показателю обеспеченности жильем медработников. Более медицинских работников государственного учреждения здравоохранения обеспечены жилыми помещениями. В первом квартале не было и 1% исполнения, во втором квартале за счет строительства общежития и планов по обеспечению 40 комнат врачей медицинским работникам нам удалось это показать и поднять до 95%. Такого результата удалось достичь благодаря эффективному использованию зданий в бывшей воинской части нового городка, переданных от Минобороны на баланс Медвежьоозерского поселения. Глава муниципалитета Владимир Канахин в своем отчете о социально-экономическом развитии поселения рассказал, что такая работа будет продолжена, а следующим объектом станет новая поликлиника. Когда нам с Министерства обороны была передана военная санчасть, мы обратились к правительству Московской области, приезжал министр здравоохранения, ей понравилось это здание. На сегодняшний момент из бюджета Московской области выделено 39,5 миллионов. Смета находится на госэкспертизе, я думаю, тоже через два месяца выйдут строители и к концу года мы откроем вторую поликлинику на территории нашего поселения. Более 22 тысяч молодых елей планируют посадить в рамках акции «Наш лес, посади свое дерево». В Щелковском районе флешмоб пройдет на территории Огудневского лесничества, близ деревни Малые Петрищи. В рамках заседания Алексей Валов призвал всех принять активное участие в экологической акции. Также на совещании чествовали тех, кто внес большой вклад в социально-экономическое развитие района. Наградили строителей, чей профессиональный праздник состоялся в прошедшем месяце. С юбилеем поздравили председателя районной общественной палаты Александра Макарова, вручив ему благодарственное письмо губернатора Подмосковья и почетную грамоту Московской областной думы.